Шалом! Мы продолжаем изучать отрывки из Криат Шма. Это самые длинные отрывки из Тора, которые встречаются в молитве. На прошлом занятии мы уже начали разбирать первую часть. Сегодня повторим и продолжим дальше. Принято при произношении Шма Исраэль прикрывать глаза правой рукой. Прикрываем глаза и говорим Шма Исраэль, Адунай Логейну, Адунай Ихад. Это делается для того, чтобы было легче сконцентрироваться на Шма Исраэль. На чем мы должны на самом деле концентрироваться? Известно, что это слова, которые евреи говорят перед уходом из этого мира. Это последние слова, которые говорятся. Многие сотни тысяч евреев были убиты. Их последние слова были именно эти слова. Это пасук Шма Исраэль, Адунай Логейну, Адунай Ихад. Есть над тем много историй, к сожалению. Расскажу одну из них, известная история про то, как Большентов попросил, чтобы ему показали, кто будет его соседом в грядущем мире. Ну и ему было сказано, иди туда-то и туда-то. Там увидишь еврея, вот он будет твоим соседом Булям Абба. Большентов пошел и увидел такого толстого еврея, который не особо много учился и не особо усердно молился, а в основном ел, ел, ел. Большентов был удивлен, почему ему сурят такого странного соседа в будущем мире. И думает, я с ним поговорю, может что-то раскроется, может такой внешний он такой. И начал с ним говорить, и не заметил ничего такого незаурядного в этом евреи. И между тем, он так спросил аккуратно, дорогой, почему у тебя такой необычный рацион? Ты все время кушаешь, кушаешь, кушаешь. И Турец сказал ему, я тебе отвечу, ты знаешь, моего отца сожгли на костре. Он был худой, я очень быстро сгорел. Я ем, чтобы быть толстым, чтобы если меня, не да Бог, сожгут на костре, чтобы подольше гореть, чтобы сделать побольше киду шашем. Понятие киду шашем, осветить имя Творца. Вот такие были евреи. Интересно, что говорят, что те, кто это на самом деле пережил, то они не ощущали никакого страха, никакого сомнения. Наоборот, чувствовали себя возвышенно. Это большой миша митцва киду шашем. И на самом деле сказано, что при предназначении кириадшма, человек должен чувствовать, как будто его кидает в огонь. И, несмотря на это, он все равно верит в шашем и хад, говорит кириадшма, идет на смерть, но не расстается со своей верой. В наше время уже можно не умирать для того, чтобы делать киду шашем, то, что называется мессерут нефеш, самопожертвование. В наше время достаточно просто соблюдать митцвот. И само это, это уже большой мессерут нефеш. Хотя сейчас не заставляют никого не быть евреем, но тем не менее быть евреем по-настоящему, соблюдать митцвот, это очень непросто, каждый это понимает. Поэтому, как говорят, что раньше надо было умереть для того, чтобы сделать киду шашем, мессерут нефеш, сегодня можно при жизни делать киду шашем, мессерут нефеш, и одна из митцвот, которые мы делаем, это кириадшма, мы говорим шма-Исраэль. Давайте посмотрим еще раз на этот слайд, на пасук шма-Исраэль, на экране. Есть интересная вещь, шма-Исраэль. Вот мы видим, написано шма-Исраэль, адунай-люгейну, адунай-ихад. Ну, во-первых, буква Айн и буква Далет, они выделены, они большие, больше, чем остальные буквы. Айн и Далет вместе получается слово Эд. Эд. Свидетель. То есть, мы свидетели того, что Ашем-Ихад. Кроме этого, в этом пасуке есть шесть слов. Шма-Исраэль, адунай-люгейну, адунай-ихад. Шесть слов. Потом мы говорим шепотом. Тоже шесть слов. Шесть и шесть. Шесть – это число такое всеобъемное, как кубик. Есть шесть граней. То есть, это намек, что на всех сторонах света есть Ашем. Наверху шма-Исраэль в высших мирах шесть, и в низших мирах тоже есть шесть. Дальше, если мы будем разбираться, мы найдем и семь, и восемь, и девять, и десять в шма-Исраэль. Вот, например, буква Хет – Эхад. Эхад. Мы говорили, что Хет – это намек, показывает нам на небеса. Есть семь небес. Семь уровней небес. Когда мы летаем на самолете, можно заметить, что атмосфера, она делится, она разделена. Сначала есть ниже облаков, потом облака, потом выше облаков. Это разные слои воздуха, это разные атмосферы. И всего есть, на самом деле, семь уровней небес. Плюс сама земля, получается восемь. Буква Хет в Багиматрии – это восемь. Получается Хет, мы говорим Хет, и мы представляем, что Ашем – Эхад. Эхад – на небесах и на земле. Дальше мы тоже увидим, что первый фасук, который мы говорим, «Ва-авта». Тут есть десять слов. Это десять слов. Десять – это буква «Ют», это намек на Создателя, намек на Дотворца. Десять заповедей. И вообще, в Шма-Исраэль, внутри находятся десять заповедей. И считается, что десять заповедей – это как бы включает в себя всю Тору. Поэтому Шма-Исраэль – это такая как бы взратая, взратая, взратая Тора. Поэтому именно этот отрывок мы вешаем в мезузах, тфелин. Именно этот отрывок. Интересно тоже, что в Шма-Исраэль есть два раза одно и то же слово. Вот посмотрите, в Шма-Исраэль два раза одно и то же слово видно. Шма-Исраэль – «Адуйной Элогейну, Адуйной Эхад». Два раза имя Творца. И потом мы говорим «Барух Шем» – «Код мульхосу имя». Что это такое за имя, которое мы говорим постоянно в Шма-Исраэль? Ютки-Вапки – это имя. Это имя нам показывает на хесед. Хесед – милосердие. Намек на то, что дальше нам кажется что-то, что идет не как положено, какие-то трудности. В будущем мы увидим, что на самом деле все это хесед о Дашема. Все сделано как все сделано правильно и так, как должно быть. Вообще, еврейский взгляд на мир очень оптимистичный. Например, есть такое выражение «Аколь у Тува» – «Все к лучшему». Есть такая «Масехет Смоход». В Талмуде есть разные трактаты. Один из трактатов называется «Смоход». «Смоход» – это радости. О чем говорит это «Масехет», о чем там идет речь? Там идет речь о обычаях авилут – траура. То есть, именно когда траур, почему этот «Масехет» называли «Смоход»? Называется «Лахшон Сагинаур». Потому что мы не хотим говорить о грустном, мы все время видим что-то положительное. Как называется кладбище на еврите? Кладбище – место мертвецов. На еврите это называется «Бейт муэд леколь хай». «Бейт муэд леколь хай». «Дом радости для всех живых». Кладбище – это, оказывается, дом для всех живых. Причем дом радости. «Бейт муэд леколь хай». Почему это? Это еще вопрос отдельный. Может, из-за того, что туда приходят тоже живые люди. Переходят живые люди и начинают ценить то, что они живые. Вроде в этом объяснение. Больница. Тоже больница. Есть звание больницы «бейт хулим». «Бейт хулим» – «холе» – «больной», «хулим» – «больные», «дом больных». Но говорят раббаним, что надо называть это не «бейт хулим», а «бейт авраа» – «дом выздоровления». Опять-таки, положительный взгляд. «Дом выздоровления». «Бейт авраа». Итак, «шма» – «Исраэль». Помимо того, что вы сказали, есть еще что-то очень интересное в самом слове «шма». Само слово «шма» – это три буквы. «Шин мэм айн». «Шин мэм айн» – слово «шма». Приводится в книгах, что «шим мэм айн» – это аббревиатура, «рошетий вод». Есть такой пасук. «Сум мэром айнэхэм». «Сум мэром айнэхэм». «Приподнимите вверх свои глаза». «Сум мэром айнэхэм». Дальше написано в пасуке «Сум мэром айнэхэм уруу ми вара эли». И посмотрите, кто все это создал. Это пасуки из «Шаяо». «Сум мэром айнэхэм уруу ми вара эли». «Ну мы поднимаем глаза наверх, что мы видим небеса». Написано в Шухана Рух, «Симан Цадик». Написано, что когда человек молится, надо, чтобы в здании были окна, чтобы в окна было видно небо. Такая лоха, чтобы молиться в здании, где есть окна, и смотреть на небо. То есть, когда мы молимся, мы смотрим в Сидур. Либо у нас глаза закрыты, либо мы смотрим в Сидур. Когда при молитве на небо смотрят. Но объясняется, что можно посмотреть на небо до молитвы, или в крайнем случае, когда человек молится, вдруг он совсем потерял консентрацию, не может молиться, взгляни на небо, и ты снова получишь то, что называется «Ирад Шамайн». «Ирад Шамайн». Страх перед небесами. Так что такое страшное на небесах? «Ирад Шамайн». «Сумаром Эйнихем». «Сумаром Эйнихем». «Шин Мем Айн». «Су» — это «Всин». «Маром» — это «Мем Айн Эйнихем». «Сумаром Эйнихем». «Шмайс Рей». Там мы видим только облака. Там есть только облака. Облака, белогривые лошадки. Они мчатся без оглядки. Они все время двигаются. Или вообще него пусто, вообще ничего нет. Так что, в чем посмотреть на небеса? Надо заметить, что на небесах все время есть движение. Облака не стоят, они все время движутся. И даже если нет облаков, то небо, оно то ярче, то тускнее, более голубое, менее голубое, меняет цвет. Постоянно изменяется. У нас на земле изменений не видно. Они все время происходят. Все меняется постоянно. Но нам кажется, что все постоянно, мир постоянен. Мы хотим наоборот, мы хотим, чтобы мир был постоянен. Чтобы у нас был четкий, конкретный счет в банке, дом, пенсия капала. Все застраховано. И все. Можно расслабиться. Все схвачено. Ничего не двигается. Все на века. Но посмотри на небо. Ты видишь на небе тучку. Темная туча надвигается. Тучи, тучи. Идут тучи. Опять-таки, намерок, да, что не будь уверен, что все так стабильно. И это видно также в имени Творца, которому он открылся Мошарабейну. Имени Творца Ие Аширие. Игьи Аширие. Это как бы трудно перевести. Игьи Аширие. Но там есть корень Гэй Вабгэй. То есть Гуве. Настоящее. То, что настоящее, но это будущее времени. То есть настоящее, которое уходит в будущее. Да, и это показывает небеса, что все время есть. Движение вперед. Небеса, они постоянные. Они все время на месте. Как бы они стоят. Они есть. Но все время изменения. Это небо. Сума Рома и Нехэм. И тогда мы должны понять еще одну вещь, что шин мем айн шма. Это опять-таки шма. Шин. Это шин далее тучит шакай мэлех улям. Кто царь всего? Шакай мэлех улям. То, что мы ищем на Мезузе. Если вы смотрите на Мезузе, если она открытая, то есть этот чехол Мезуза, он прозрачный, то написано буквой шин далет ют. Шакай. Это еще одно имя из имен Бога. Означает, опять-таки аббревиатура шомер для тот Исраэль. Охранник дверей Израиля. Шин далет ют шомер для тот Исраэль. Так вот, этот шакай, он мэлех улям. Шма. Шин мем айн. Он мэлех улям. Слово мэлех тоже очень интересное. Мэлех это три буквы, которые идут по порядку, по алфавиту. Помните алфавит? Каф ламет мэм. Наоборот, мэм ламет каф получается мэлех. Мэлех. Мэлех, его задача, как он переходник. Он как труба, которая передает из мира в мир. Мэлех. Мэлех. Он, с одной стороны, выше всех. Но вообще понятие мэлех изначально, понятие мэльхут, сейчас везде у всех народов, значит, что такое мэлех. Царь, это царь, все понятно, но изначально понятие царь, мэлех мэльхут, это именно из торы. Потому что Ашем у мэлеха улям. Он был первым мэлехом, и от него уже пошло понятие, что есть кто-то, кто самый главный. И значит ставить людей в должности царей. Но мэлех изначально это концепция еврейская. Мэлех. Мэлех аулям. Он мэлех этого мира, но мы его не видим. На это намекает слово, само слово улям. Улям от слова ээлем. Глагол лэхалим. Нээлем. Что-то скрыть, что-то закрытое, невидное. Исчезнуть. Шапка невидимкой одеваем, мы исчезаем. Нээлем. Лэалим. То есть мир, он как бы скрывает Творца. Мэлех аулям. И есть еще одно такое объяснение шма. Опять-таки шин, мэм, айн. Это шахарис, минха, аравит. Шин, шахарит, мэм, минха, айн, аравит. Утренняя молитва, дневная молитва, вечерняя молитва. Это шмайс рель. Мы говорим шмайс рель три раза в день. Минха мы не говорим. Мы говорим шмайс рель перед сном или утром еще до молитвы. Мы говорим шмайс рель. Вопрос возникает, зачем так много молиться. Зачем три раза в день молиться. Сколько можно молиться. Три раза в день молимся. Так спрашивают некоторые. Он сказал один раз в день. Все понял, зачем еще раз молиться. Молиться шмайс рель, шмайс рель. Столько молить, зачем. Дело в том, что вера требует постоянной подпитки. Мы говорим шмайс рель, мы тем самым связываем себя с мэлех аулям. Нужна подпитка постоянная. То же самое, что в спорт. И спортом если не заниматься, то тело потеряет форму. То же самое вера, как мышцы. Надо еще больше качать, чем тело. Как-то раз, я помню, был вешиве, ко мне подошел один знакомый. Сейчас нужен большой раввин. Арон Бараха его зовут. Он сказал мне, какой-то двор Тура, какой-то мусар, такой мусар. Какое-то научение, наставление. Для меня это не было новостью. Я спросил, что ты хочешь мне тут нового рассказать. Это как бы вещи известные. Зачем тебе это рассказываешь? Он говорит, смотри, ты что не знаешь, что мусар, нравственное учение. И говорит, что не чтобы что-то обновить. А чтобы еще раз услышать. Мы это знаем. Но еще раз надо это услышать, чтобы это не забывать. Потому что мы все время забываем, что главное. Мы не думаем все время отворотся постоянно. Можно сделать очень простой опыт. Очень простой опыт. Можно сделать. Поставить будильник. У всех есть такие телефончики с будильниками. Много будильников. Поставьте будильники на какие-то неожиданные для вас времена. Когда вы не заняты, когда вы не молитесь. Например, он зазвенит. Допустим, 10 раз в день. Можно меньше, можно 10 раз в день. Просто он зазвенит. И вы в этот момент, когда он зазвенит, поймаете на мысли, о чем я сейчас думал. О чем я думал. И в конце сделать статистику. Десять раз он зазвенил. О чем я думал в течение дня 10 раз. И мы с легкостью видим, о чем мы думаем. На самом деле. То есть это то, что у нас варится в голове. А мудрецы хотели, чтобы у нас варилось в голове вещи, которые связаны с Торой, с верой. И поэтому мы постановили три раза молиться. Равольба, социаль, он говорил, что ему трудно молиться Минха в конце дня. Минха можно молиться, начиная от полудня, полчаса после полудня и до захода солнца. Он молился Минку, как правило, днем. Называется Минхак Дуля. Он говорил, что ему трудно прожить целый день с утра после милитвы Шахарит и до вечера, до захода солнца, без молитвы. Он обязан днем помолиться. Поэтому молился утром, полудень, днем, Минхак Дуля и вечером. То есть эти вещи требуют постоянного тренинга. Поэтому мы часто молимся. Кроме того, что у нас есть личный интерес молиться, это уже тема другая. И это то самое, что человек должен работать над своими качествами. Эта работа занимает много времени. Это не легко. Это не то, что решил один раз, и потом пошло легко. Это не так. Равой Рубах был большой раввин. Равой Рубах и Садик. И он говорил, что он сам, он так присягнул, он 26 лет работал над тем, чтобы перебороть в себе качество гнева. Чтобы не гневаться, чтобы не злиться. Гневаться, злиться, это очень неполезно. И другим неприятно. Вот. Но это работа. Это работа. Итак, мы дальше продолжаем. Шмай Сироэль. И дальше говорится, написано так. Вэгавта. Вэгавта. Даже я не буду продолжать. Уже Вэгавта, уже тут можно много чего говорить. Агавта. Вэгавта. Это те же самые буквы, что в слове ГААВОТ. Если мы буквы перестанем местами, получается Вэгавта. ГААВОТ. Наши праотцы. Наши праотцы. ГААВОТ. Аврам Цхак Яков. То есть нам нужно любить Творца так, как они его любили. Как это возможно? Скажете, где я? И где праотцы? Совсем другие миры. Как же это возможно? Но говорит Ребен Мишниц, он переводит такой пример. Написано в прикидке Абот. Написано в прикидке Абот. ДАМИ АЙНБАТА. Знай, откуда ты пришел и куда ты идешь. ДАМИ АЙНБАТ. Откуда ты пришел? У этой Мишны есть продолжение. Откуда ты пришел, куда ты идешь. Но Ребен Мивижниц, Ават Исроэль, он объясняет так. ДАМИ АЙНБАТА. Знай, откуда ты пришел. Ты пришел в этот свет от Авраама. Вот как вот Якова. Они наши праотцы. То есть мы все от них пришли. Если мы от них пришли, то можем от них учиться. Можем от них учиться. Поэтому не такой уж, так сказать, большой, сильный экстрим себя сравнивать с праотцами. ВАЙНБАТА это ААБОТ. То есть, куда ты идешь? Куда ты идешь? Местный Мишн, куда ты идешь? Он говорит, что ты идешь в Ганедан. Ты направляешься в Ганедан. Если человек этого не знает, он на самом деле может попасть в другое место, а не в Ганедан. Если человек знает, что его программа, его GPS, как это называется, ВАЙС, его направляет в Ганедан, то он будет соответственно себя вести, то он знает, что у него тут в Ганедан. Поэтому у него будет подходящее поведение. Ганедан. Туда мы идем. Вообще Рэбхайм, извиняюсь, Хэпфицхайм, говорил так, что написано в Мишне, да, мянь бата, вэлянтаулех. Знай, откуда ты идешь, оттуда ты пришел, куда ты идешь. То есть тут написано, что ты идешь. Даже если ты не знаешь, ты идешь. Это как аксиома. Мы идем. Теперь надо знать, куда мы идем. Знаем, не знаем, но мы идем. Он говорит так, что человек идет в любом случае. Знает или не знает. Хочешь, не хочешь, мы идем. Если он знает, куда он идет, Ганедан, прекрасно. Если он не знает, то он может пойти в другое место, но все равно туда идет. Поэтому лучше уже знать, куда мы идем. Потому что на месте мы не стоим. Тот, кто не стоит на месте, думает, что он идет назад. Надо продвигаться все время по направлению, по правильному направлению. Дальше я зачитаю отрывок. Написано, «Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим». Что значит «всем сердцем»? То есть наше стремление таково, чтобы не было такого, что часть сердца любит Творца, а другая часть любит футбол, и мы в основном заняты футболом. Нет, «бхоли вафха», а так, чтобы было «бхоли вафха», была любовь к Творцу. И даже если мы делаем другие вещи, то тоже они должны включать любовь к Творцу. Была такая ситуация, одного человека, он раф, он поехал к своим детям, неважно все мелочи, дело было в Англии. Он туда поехал, и в то время приехал туда команда из Израиля играть в футбол. И так получилось, что его затянули на матч футбола. Ну, если уже затянули, что он будет делать? Ну, он сидел, учился, что он не будет спать на футбол, он сидел там, сидел, учился, читал Телим, читал Тору, недельную главу не знаю, учился. Но это дело мимо камеры не прошло, конечно, завечелели, сказали, что «Видите, Равин молится за победу нашей команды». То есть в любом случае нужно все время, чтобы главный акцент был на любви к Творцу. «Бхоль навшиха вухоль меодеха». Что такое «бхоль меодеха»? «Бхоль меодеха»? «Меод» — это как бы «очень». То есть другими словами, как бы мы говорим, «Бхоль меодеха» как бы «люби очень-очень». Очень-очень надо любить. Очень-очень. Что значит «очень-очень»? Очень сильно. Ведь вот так, чтобы это была любовь сильная. Чтобы, если будет какая-то другая любовь, чтобы она не перевесила. Если мы идем, видим за витриной что-то очень такое вкусненькое, аппетитное или даже запах есть, трудно устоять перед которыми. Но эта девять, она не кошерная. То надо, чтобы любовь к сосиске, которая нам это запрещает, чтобы она победила. Чтобы не победила любовь к сосиске или к тортику. Это имеется в виду «бхоль меодеха». Как этого добиться? Как добиться этой любви? Чтобы эти вещи были все время близки к нам. «Аль ливавеха» — в сердце наше. «Вышенантам ливанеха» — если они будут в сердце нашим, то тогда будет что? «Вышенантам ливанеха» — тогда можно детей этому учить. Если в сердце нет любви, а наша учеба, то, что мы обучаем детей, она внешняя и настоящая, дети ничего от нас хорошего не возьмут. И наоборот, когда есть истинная любовь внутри, «бхоль аль ливав» — когда в сердце, тогда можно много не говорить. «Вышенантам ливанеха» — это само-само будет происходить, если сами это почувствуют. Нужно говорить про эти вещи. «В дибарта бам» — «Дибарта бам» — о чем мы думаем? О том, что мы говорим? Если мы будем говорить «дибритора» — будем раздумать. И тогда это полюбим. «Вышенантам ливанеха» — «Вышенантам ливанеха» «Идома увлекхтаха вадырых» «В дороге» «Идома увлекхтаха вадырых» «Укшртам ли ойс аль ядыха» «Вайю литутаф войс бейн айниха» «Мы говорили, это имеется в виду твилин» «Уксавтам аль мизузоз бейсеха» «Уви шариха» Это мизуза. Вообще мы говорим, что тема любви она очень центральная в этом отрывке. Раши поясняет так, Раши говорит, что как это значит любви Бога, как это можно любить. Вообще написано «verhavta» как бы повеление, повеление любить, это связано с чувствами. Есть такое объяснение, что «verhavta» — это повеление, но в то же время это будущее и время. Говорили, что «ver» превращает в прошедшее будущее. То есть, вы видите, получается, что будущее и повеление одно и то же. Объясняется так, что если мы попробуем, на самом деле, всеми силами любить Творца, то тогда будет это обещание, в будущем вере мы его полюбим на самом деле, «verhavta». То есть, это и наше усердие, и это обещание, что в будущем «verhavta» и ты полюбишь Творца. В конце концов, ты полюбишь Творца. Если будешь делать то, что написано здесь, полюбишь Творца. «verhavta». Мы продолжим, и дальше мы еще встретимся еще раз с этой концепцией любви. Вторая часть, она повторяет первую. Давайте продолжим на вторую часть. И еще поговорим про это. Я читаю дальше. Вторая часть. И еще раз. Тут как бы начинается с условия. «Им». Это условия. «Им». «Если шамоа тишмиуу». Я почитаю перевод по-русски. «Если послушаетесь моих повелений, которые я даю вам сегодня, послушаетесь, любя Господа, Бога вашего, и служая Ему всем сердцем вашим и всей душой вашей, то пошлю я дожди это уже продолжение». Тут есть странная такая формулировка «шамоа тишмиуу». «Шамоа тишмиуу». Переводится просто «послушаетесь». Имеется в виду как бы прислушаетесь, будете чутко слышать. Раша объясняет, этот отрывок в Хумаше объясняет так. «Шамоа тишмиуу» как бы повторение. Два раза «шамоа тишмиуу». Раша говорит так. «Если вы будете слышать старое, то вы слышите и новое». Так говорит Раша. «Яшан хадаш». «Слышали новое, слышали старое, услышите новое». Как это понимать? «Если вы слышали старое, то вы услышите новое». Объясняется так. Если человек учит что-то, даже самые простые вещи, даже просто он учит алфавит, учит самые простые брахот, самые простые вещи, он учится. Он учится так, что он хочет это понять на самом деле. Если он учится с пониманием, то тогда он и новые вещи будет легче усваивать. «Им шамоа тишмиуу». Ты начал учиться прилежно, хорошо, аккуратно, с пониманием. Ты слышишь, что ты учишь, тогда дальше будет легче. «Шамоа тишмиуу». И даже более этого. Если ты учишь старые вещи, то есть то, что ты уже знаешь, тебе кажется, я уже знаю. Знаете, это то, что характеризует всех тех, кто очень быстро спешат, они все знают, в конце ничего не знают, оказывают. «Я уже знаю, я уже знаю». Нет, не так. Если мы то, что мы уже знаем, мы будем эту информацию обрабатывать, то тогда из этой информации мы сами даже можем узнать все новые, новые, новые вещи. Даже без ничего нового. Потому что все заложено в самых таких простых вещах. В вещах это называется «шамоа тишмиуу». Поэтому, может быть, мы говорим так часто «шма» и «сраэль». Это короткие отрывки. Но у них много-много-много-много от него заложено. «Шамоа тишмиуу» или «митвот сай». Да, «митвот». «Ахранухи митсавэй с хэмайом». «Сегодня». «Сегодня», потому что каждый день он как будто, как будто вот сегодня мы получили заповеди. Так нужно относиться к «митвот», вот кому только сегодня мы их получили. Нам их сегодня дали, мы про это говорили, да, уже на прошлом уроке. Сейчас нужно их соблюдать. «Айом». «Ляава и со всеми луки хэм». «Любя». «Любя». «Всем луки хэм». «Уляавды бухоли вабхэм, бухоли набшэхэм». «Раша» говорит, что «как можно любить Творца?» Очень трудно, как бы не видим его. Но через то, что как мы с любовью делаем «митвот», его заповеди, так выражается любовь к Творцу. Так говорит «Раша». «Из любви к митвот» так выражается любовь к Творцу. Тут написано «ляавдо», работать на него, молиться также в том числе. «Бухоли вабхэм, бухоли набшэхэм». Вообще, на самом деле, любовь – это такая вещь, которая, на самом деле, она не связана с каким-то объектом. Если мы вдумаемся, то мы любим больше идею, чем сам объект. Например, я очень люблю свою машину, даже мою иногда. На самом деле, я люблю не то, что я люблю машину, я люблю идею о машине, больше, на самом деле. Браво другая машина, я бы любил другую машину. Какая-то идея о машине, например, то, что я люблю. Был такой мысли, как вообще можно что-то любить, кроме идеи. Кроме идеи, ничего любить на самом деле невозможно, потому что любовь – это чувство абстрактное, мы не можем его воплотить в какой-то конкретный объект. Но любовь к Творцу, она отличается. Это большая разница между всеми видами любви и любви к Творцу, потому что Творец, он на самом деле один, это на самом деле то, что мы на самом деле должны по-настоящему любить, и поэтому то, что ему не видно, это не должно мешать. Потому что любовь, она сама по себе, как мы сказали, близко к понятию идеи. Творец – это, конечно, не идея, это реальность, она немножко такая абстрактная, поэтому любовь и Творец вместе очень хорошо сочетаются на самом деле. Поэтому так часто говорится про Ава, 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 то есть этого можно достичь. У Шер-Абейну он спросил этот вопрос. Он спросил, как можно любить Творца. Когда ему Ашрам открылся, он сказал, «Окей, я пойду сейчас в Египет, к евреям, и скажу, вот есть Ашрам, у него есть мисот, нужно его любить, давайте выйдем из Египта. Они же тебя не знают, то есть как, кто-то такой, они тебя не знают, как можно к тебе относиться, если мы тебя не знаем». Тогда он получил ответ. Шер-Абейну получил ответ, Ашрам раскрылся, сказал, что показалось ему сзади, что это имеется в виду, имеется в виду, что он показал ему свои действия, то есть мы его любим Творца по его действиям. Люди говорят, я так люблю Моцарта, Рахманинова, очень люблю его. Как я люблю Моцарта, как я люблю Рахманинова, я же его вообще не знаю, я же его не видел. Ну что, я слышу их музыку, и по музыке я сужу. Окей, если он такую музыку написал красивую, наверное, он был такой человек, я его люблю. Я люблю его, но на самом деле я люблю его музыку. Через музыку я люблю его. То же самое и здесь. Мы Творца любим большей части по его проявлению в этом мире, по его действиям. Так лежит дорога к любви к Творцу, через его проявление в этом мире. Это ответ получил Моцарта, то есть посмотри на мир, посмотри на небо, и тогда ты поймешь, что кто все это создал, ты поймешь, что есть кого любить. Продолжаем. Это было условие. Это условие. Если ты будешь слушать, прислушаться к заповедям, с любовью, то тогда результат какой? Я читаю дальше. Венасати мтар арцехэм бейтой юре у малькось. Васавта даганеха висерушха витзгарейхо. Венасати. То тогда я дам вам дождь. Слово Натан. Очень слово интересное. Натати. Слово Натан. Натан. Это слово мы его читаем сзади наперед. И так, и так. Натан. Или даже если написано второе слово Венатну. Венатну. Ишкофер. Напшо. Венатну. Тоже Венатну. Все полностью читается сзади наперед. Натан на Тну. Опять нам язык дает намек на то, что тот, кто дает, он получает обратно. Нет такого, что человек дал и он остался без ничего. Нет. Натан. Натата. Натата. Ты дал. Натан. Ты получишь обратно. Это читается и так, и так. Натан. Я бы даже больше сказал, что человек, который хочет дать, он в конце получит больше, чем тот, который хочет взять. Лаках. Лаках. Натан. Это слово Натан. Венатате Матар Арцихем. Говорит Ашем так. Я свою часть союза выполню. Если вы выполните свою, я вам выполню свою. Я обещал, я выполню. То есть вы думаете, как выполнить свою часть, а я свою выполню. Не беспокойтесь. Это часто видно в жизни, я это часто очень вижу, что Ашем свою работу делает постоянно. Он все это делает, он заботится о нас. Вопрос, чем мы занимаемся. Вот он говорит, ты делаешь свою работу, если сделаешь, будет делать митцвод, как положено, без лишних каких-то там расчетов, и как бы так, не быть слишком большим хохомлогом, и очень много кушает, а просто делать то, что написано. Ты не понимаешь, это не имеет большого значения. Написано, значит, правда надо делать. И тогда на тате матар ар цехем. Не просто дождь. Мы привели, дождь, идет дождь, и все. Нет. У Израиля очень особое отношение с дождем. Написано на тате матар ар цехем. Дождь земли вашей. Я почитаю перевод. То я пошлю дожди. Земле вашей. Именно вашей земле. Это не просто так. Именно в срок. На тате матар ар цехем. Во всех других странах там такой климат, что либо дождь, это вообще не проблема, он все время идет, либо есть много водоемов, либо дождей вообще не надо, там просто пустыня. А вот в Израиле это такое место особенное, где без дождя никак. Если не будет дождя, то будет засуха, не будет урожая, не будет ничего. Поэтому мы зависим очень сильно от дождя. Дождь идет с неба. Сума рома и не хэм. Дождь идет с неба. Слово гешем, дождь, гешем, это как гешмьют, это не просто дождь, это все блага материальные, это гешем. И он должен идти, не просто идти, он должен идти вовремя. Бе и то. Слово эт, это значит как бы время, бе и то, вовремя. Отсюда придумали слово и тон, и тон, это газета. Она выходит как ежедневник, еженедельник, ежемесячник. Все эти альманахи, они выходят постоянно, поэтому его назвали и тон. Это то время. Бе и то. Дождь будет идти вовремя. Какой дождь? Тут перечисляется. Юре у малькош. Юре у малькош. Тут так переводится. Дождь после посева, и дождь переджатвый. Юре, это от слова лирот, как бы стрелять. Юре, это как бы стрелять. То есть, это такой дождь, первый дождь. Да? Первый дождь. Юре, это первый дождь. Он, как бы, как будто стреляет в землю. Капельки его попадают в землю. Земля сухая. И эти капли, они просачиваются в землю. Имеется в виду, что это не как дождь падает, как какая-то бомба водяная. Бум! Пала огромная масса дождя, и все. Нет, а именно он капает очень метко именно в землю. Иначе, если бы была сразу большая масса дождя, обрушился очень сильный ливень, тогда бы просто, все бы смылось, и эта дождь, вода, она бы в землю не прошла. Поэтому нужно капать по капелькам, чтобы эти капли вошли в дождь. Таков первый дождь в Израиле. Это называется Юре. А дальше уже, когда уже земля, уже богатая землей, уже есть урожай, уже все скосили, все лежит урожай, то есть по слову Малькош, Малькош, там есть слово Каш, Каш, то есть дождь, который падает уже на солому. Он как бы моет солому, уже такой последний дождь, все чистит, дождь все очищает, Малькош, это дождь вовремя. Кроме того, слово Юре, первый дождь, тут тоже есть намек на слово, как мы говорили, как Ира, Ират Шамайн, страх, он как бы он пугает. Пугает в том плане, что человек после лета, вдруг идет дождь, идет дождь, все, пора быстро-быстро крыши замазать, чтобы ничего не притекло, все убрать под крышу, в сарай, чтобы ничего не намокло. поэтому это дождь, он такой, он не сильный, он как бы предупреждающий. Юре как пострелал немножко, первые выстрелы, предупредил, люди готовы к последующим дождям. Это Юре. Написано на тате вашей земли, Ашемилу Кихем. Тут вдруг мы переходим на единственное число. Васавта. Почему Асавта? Именно ты соберешь. Именно ты, ты, а не твой враг. Васавта. А та Асавта. Деганеха, весирушха, вейдзхареха. Деганеха, весирушха, вейдзхареха. Деган, хлеб, ну, злаковые имеются в виду. Злаковые, пять злаковых, мы знаем. Это Деганеха, тирошха, вино, идзхареха, масло оливковое. Тирошха, тирошха, очень похоже на что? На слово рож. Рож, тирош, тирошха. Тут нету алив, услышится рож. Тот, кто пьет вино, умеренно, будет здоровым, сильным, и он будет стоять во главе. Умным будет рож. Да, это очень полезное, вино это очень полезное, полезный напиток. Тирошха. Израиль славится своим вином. Сейчас делают конкурсы, мировые, на вино. Израиль почти всегда занимает первые места. Тут есть очень-очень много виноделин, маленьких, больших. Самое дешевое вино израильское, оно на порядок выше, чем дорогие вина за границей. Хотя сорта винограда, которые выращиваются здесь, это сорта, которые привезли из Европы. Израильские сорта сейчас затерялись, пытаются их найти, но пока без особого успеха. Раньше было в Израиле вино, еще лучше надо полагать. Даже сейчас, когда привезли сорта из Европы, все равно израильское вино, оно очень хорошее, и оно растет в разных местах, и в разных местах есть у него свои особенности. Это вино. И цихарыха, оливковое масло, тоже очень хорошее в Израиле. Некоторые его не любят, потому что есть горечь, но на самом деле есть сорта оливок, которые без горечи. Просто то, что мы покупаем иногда, это мясо дешевое, оно вообще из Китая привезено, и там оно старое, оно горчит, но масло, настоящее масло хорошее, оливковое, оно очень-очень вкусное, у нас семья найдет литрами, целые канистры я покупаю, дети постоянно за кубегу и приношу еще, даже дети маленькие кушают постоянно, просто макают хлеб, вот так вот и кушают масло с хлебом. Но кроме этого, кстати, масло еще тоже полезно для запоминания, чтобы помнить, помнить это сгуля, шаминзайд это сгуля на хорошую память, а вот кушать оливки, как они есть, сырые, просто так, это наоборот считается, что это плохо сказывается на памяти. Кроме этого, маслом мы зажигаем свечи, идзхар, идзхар это, тут есть слово цогар, цогарайм, это свет, цогарайм это полдень, когда больше всего света, да цогар, это какое-то окно, это называется идзхарыха, намек на то, что этим зажигаются, зажигаются свечи, как в минуре зажигаются свечи, это еще один из функций масла, и дальше продолжается, я дам так же, я дам так же, траву на поле, для скота твоего, и будешь ты есть до сыта, из этого учится следующее Аллаха, что сначала надо накормить скотину, потом кушать саму, потому что написано, что сначала написано, будет трава для твоего скота, а потом ты ешь до сыта, поэтому те, у кого дома есть домашние животные, даже рыбки и попугайчики, тем более кошки и собаки, тем более коровы и так далее, сначала мы накормим животных, ну если они голодные, соответственно, а потом должны покушать сами, если у них есть кормушка, то они уже значит не голодные, но если они голодные, надо их сначала накормить, сначала животных, твоих животных, уличных, уличных тут не имеется в виду, только те, за которых ты ответственен, твои животные, но если вы пришли в гости, пришли в гости люди, есть гости, есть животные, то сначала все-таки надо накормить гостей для приличия, а потом уже животных, а если животные, если гости пришли с животными, то это уже начинается аллогатический вопрос, это уже не наш урок. Еще раз я зачитаю, с самого начала, второго тревога криачьма. И дальше идет предстрижение. И шамру. Будьте осторожны. И шамру. Берегитесь, как говорится, шмор, охраняйте себя, чего надо беречься. То есть пока картина прекрасная. Мы делаем митцвод, любимый Творца, у нас есть дождь, у нас есть еда, у нас есть попугайчики с рыбками. Все хорошо, все хорошо, все сытые, все довольные, прекрасно. Тут говорит нам Тора, будьте осторожны. И шамру лахем. Будьте осторожны. Пен. А то. Пен. Будьте осторожны. Именно в этот момент, когда все хорошо, может такое произойти, что ваше сердце вдруг повернется куда-то в другую сторону. И вы станете работать вообще на каких-то других башков и будете заниматься каким-нибудь видом из идолопоклонства. Почему так это работает? Имеется в виду, что когда человек растет в своем, так сказать, положении экономическом, то вдруг у него появляются новые соблазны. Имеется в виду, не человек, который изначально был богатый, а вот когда, наоборот, когда человек был изначально, так сказать, бедный, и он из грязи в князе, то тогда вдруг ему хочется каких-то новых вещей, новых вещей, и тогда может произойти что? Новый соблазн, и тогда сердце может отойти в сторону. Ифте левавхем. Весартем. 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 Ласур. Отойти в сторону, как бен ссорера в муре. Сын, который не слушается, он ушел в сторону, он ушел с дороги. Весартем. Весартем. Как только мы уходим с дороги Торы, то сразу что появляется? Вавадятем илогим ихарим. Если человек отходит от Торы, то нет вариантов. Либо человек живет по Торе, либо нет. Нет реальности, которая не там, не там. Про это сказано, что когда кинули Юсефа в яму, написано, что в яме не было воды. Вабор рек. Яма пустая. Эн бумайм. Вабор рек. Яма пустая. Если она пустая, то зачем говоришь, что там не было воды? Если она пустая, то она пустая, да? Вабор рек. Все. Слов пасук. Конец предложения. Зачем сказано? Эн бумайм. У меня там нет воды. Вабор рек эн бумайм. Говорит, Раши нахон. Там нет воды. Что там есть? Там есть разные скорпионы. Такие разные, да? Вот они там есть. То есть вода – это Тора. Абор рек. Если яма пустая, и там нет Торы, то нет ничего пустого. Пространство, которое наполнено. Тем более человек. Человеку не может быть пустым. Он всем чем-то наполнен. Помните наш опыт про звонки? О чем мы думаем? Мы все время о чем думаем. У нас голова не пустая. Вопрос, чем она наполнена? Или Торой, или чем-то другим. Других вариантов не существует. Поэтому сказано в эсартэм. Как только дайте за Торы сразу же по в эсартэм лугима хирим. И даже будете им поклоняться. Ну, история знает случай, да? И тогда, конечно, уже Творец рассердится. Потому что все было так хорошо. Все было так хорошо. Так, дорогой, куда ты ушел? Зачем ты ушел? Зачем ты сошел с дороги? Тогда будет плохо. Вахара. Я читаю дальше. Перевожу. Берегитесь, мы сказали, да? Чтобы сердца ваше не поддались соблазну. Чтобы не свернули вы с пути и не стали служить другим богам. Преклоняться им. И тогда, иначе, разгневается на вас Господь и замкнет небеса. И не будет дождя. И земля не станет приносить свои плоды. И исчезнете вы вскоре с лица благодатной земли. Которую Господь дарует вам. То есть это либо галут, либо еще хуже. Это то, что может произойти. Еще раз. Снова тут есть слово. Часто встречает слово. Латет. Давать. В будущем времени, значит, это будет Адама Титен. Земляна женского рода. Адама. Поэтому написано Адама Титен. Адама Титен. В будущем времени женский род. Это Евуля. Евуля. Видите, как мы учили. В Ге есть точка внутри. Мапик, значит, это Ивуль Шила. Урожай ее. Земля не даст урожай ее. То есть урожай свой. В АВДТем. Для Абет. Теряться, терять. Вы будете потеряны. Вы потеряете. АВДТем. Мехера. Быстро. Меал Арыц. Земли. Это Арыц Арыц Атува. Ашер, которую Ашем. Но Тен Лахем. Которую Ашем дает вам. То есть урожай ее. Нужно делать так. Весамотем. Эз дверай элли. Аль левавхем. Аль левавхем. Аль левавшем. Укшератем. Ойсам леоис. Алиятхем. Баюю летотавоис. Бэйн айнихем. Велимедетем. Ойсам эс. Бэйн айхем. Ледабэр. Баам. Вешевтиха. Бэвайсеха. Блэхтиха. Вадериха. Блэшехваха. Блэкумейхо. Перевод. И повяжете их как знак на руку вашу. И будут они знаками перед глазами вашими. И научите им сыновей ваших, чтобы все вы произносили их, сидя в доме своем. И по дороге, и ложась, и вставая. Вот только тогда, только если мы на самом деле навяжем эти слова нам на руку около сердца, на левую руку мы это навязываем около сердца, и повесим это как перед глазами, тфелин, то тогда есть шанс, что мы не отступимся от слов Торы. Как говорил один из рэбис, что тфелин, то, что мы говорим, ставим на голову, эти тфелин, там написано, там написано. В том числе один из этих отрывок, там написано, что надо делать. Так эти тфелин должны быть не на голове, он должен быть в голове, внутри головы. Не просто мы их отклоняем на голову, надо знать, что мы отклоняем на голову. Но помимо этого, вообще у тфелина есть такое свойство, что оно очень влияет хорошо, как антенна, на самом деле влияет хорошо на человека, и он чувствует себя больше, так сказать, направленным, направленную дорогу. Есть много опытов с этим делали, да, как фотографировали ауру, но не будем в это сейчас входить. Потому что даже без ауры, если это митцва, то надо это делать. То есть, да, неважно аура или не аура, каждый день мужчин должны класть кошерный тфелин. И дальше. Обучайте детей своих. Бам это бет, мем. Тут есть некоторые объясняют, что это намек на письменную тору. Бет берешит, и мем это мишна, усный тор. Ледабер бам. Нужно говорить о письменной торе, я усный торе. Ледабер бам. Бешевтиха, бевесеха, увлектиха, вадыреха, вешахбаха, вакумеха. И дальше. Ухсавтам аль мизузод байсеха уви шарейха. И напишите их на мизузи. Зудбетеха уви шарейха. Вы замечаете, что на самом деле, тут есть повторение первого отрывка. Нахон? То, что мы говорили до этого, в первом отрывке, тут повторяется. В чем разница? Разница в том, что до этого все было написано в единственном числе. Да? Вэ афта. Бухольный вшаха, бухольный вавха. А тут мы уже читаем это во множественном числе. То есть выше, в первом отрывке было появление для индивидуума одного. А тут уже для коллектива. Есть разница между коллективом и между индивидуумом. Есть вещи, которые хорошо делать вместе. Молиться хорошо вместе. Учиться хорошо вместе. Чувствовать себя вместе, это здорово. Коллектив. Кто-то был на хасистском тише, это понимает. Это ощущение, когда все вместе поют, танцуют. Это ощущение, которое невозможно передать ему. Надо это просто ощутить. Ахдут. Единство Израиля. Это работа в коллективе. Это вместе. Но есть вещи, которые нужно делать одному. Частные митцивоты. Рамбан поясняет так, что если клали с рояль, ведет себя хорошо. В общем, в целом, мы все работаем дружно, тогда будет дождь. Но если кто-то один, кто халявит, то именно у него не будет брахи. И наоборот. Хотя все могут себя плохо вести, но тот один, кто-то один пытается делать митцивот, хотя ему трудно, он один работает, садик такой, у него будет браха. Когда не будет дождя, будет дасаха, у него будет что есть. И именно поэтому есть интересная вещь. Именно поэтому вот этот пасук, который говорит про урожай, он написан в единственном числе. На сайт, на слайд, я это выделил на слайде, это видно. Весь этот отрывок, там выделено, что этот пасук только этот пасук, он написан в единственном числе. После этого слова, ишамрулахэм, возвращаемся к множественному числу, и до этого было тоже множественное число. А эта пасука написана в единственном числе. Это показывает, что то, что касается урожая, каждый будет собирать то, какой он работал. То есть есть общая картина, сколько будет дождя, сколько будет урожая. Но в этой общей картине каждый получает то, что ему положено по своей работе индивидуально. Поэтому есть тут переход с единственного числа на множественное число. Давайте еще продолжим дальше до конца этот отрывок. Последний отрывок. Зачем все это делать? Или какая будет награда за все это? Сказано в конце еще раз. Лиман. Для того, чтобы вы жили долго в этой стране. Лиман я рибу ямихэм вэмейбэнэвэнэйхэм аля адамма. Чтобы дни ваши, дни ваших детей прородились на этой земле. Оттуда слышится, как будто самая длительная продолжительность жизни, она именно в Израиле. Тут написано. Я риху ямим аля адамма. Ашер нишба. Ашем. Ля бутвихэм латэтлээм. То есть как будто именно в Израиле самая длительная продолжительность жизни. Этбарха касается именно Израиля. Этот вопрос озадачил раби Йоханана. В Салмуде приводится. Он говорит, почему так? Вот я знаю старцев. Они живут в Бавилоне. Вообще в Вавилоне они живут. И они старые, здоровые. Так почему же барха говорится именно на Эртисраэль? Землю, которую я вам даю. Что тут только будет долго жить. Проверили. Сказали, что вы знаете, эти староцы, они рано приходят в синагогу молиться. В Салмуде приходят в синагогу молиться. Он говорит, а, а, все понятно. Вот из-за этого, за счет этого, что они такие праведники, рано молятся в синагоге. Приходят рано. Одни из первых. Поэтому Ашем им продлевает жизнь. Есть много таких взгулет, как продлевать жизнь. Одна из них считается. Тот, кто читает Шнайми Крахат Таргум, каждую неделю читает два раза недельную главу Торы, плюс перевод. Ну, кому трудный перевод может, сразу читать. Это разные мнения. Тот, кто-то делает два раза читает недельную главу с переводом, это удлиняет жизнь. Это как будто можно подумать наоборот, что я трачу свою время, да, как бы у него нет времени. За счет этого у него будет жизнь длиннее. Потому что все, что он потратил на Тору, ему будет в конце дней, ему будет возмещено, и он будет длинной жизнь, и он ничего не потеряет от того, что он учит, два раза читает Тору. Хотя даже, он все знает внизу, допустим, да, все равно Исмитсуа читает два раза недельную главу. Итак, мы закончили еще один отрывок из Криятшма. В конце есть обещание. Мы сказали. Тут есть еще несколько моментов, которые я хочу подчеркнуть. Мы сказали, что Ашем может разгневаться. Чтобы этого не произошло, написано Есть такое выражение, что То есть есть понятие Яцра, которое она все время пытается с дороги сбить. Но есть Тавлин, есть приправа, есть рецепт, чтобы этого не произошло. Это рецепт, это Тора. Если учим Тору, это нам помогает не сойти с дороги. Весам тем. Весам тем. Это дворай элли. Это имеется в виду, это дворай элли имеется в виду Тора. И тут еще один пасук, который написан в единственном числе. Обратите внимание. Написано в конце Это тоже единственное число. То есть сначала был урожай, касается кого-то, индивидуума одного. И теперь написано То, что касается поведения дома, когда сидишь дома, это написано единственное число. Потому что люди живут отдельно. Хотя есть коллектив. Но у каждого есть своя жизнь личная. То, что происходит у него дома. И поэтому Тору написал в единственном числе, потому что каждый сын обучается сам. То есть вообще обязанность изучать Тора, она лежит как на коллективе, так и на каждом родителе в частности. Допустим, если есть такие родители, которые детей Тора не обучают, то община должна позаботиться об обучении детей. Даже если ребенок входит в самую лучшую ишиву, все равно папа должен позаботиться о том, чтобы дать ребенку подходящее воспитание, а не противоречить тому, что ему учат в ишиве. То, что происходит дома, это написано в единственном числе. Хорошо. Бару Хаше мы переходим к последней части Кри Ачма. Она говорит про цицид. Митцват цицид. Вообще цицид, опять возьмем гематрию, цицид цади это 90, ют это 10, получается 100 и 100. Цицид. Потом еще таф есть, это 400, итого 600. Слово цицид это 600. И на самой цицид есть 8, висит 8 ниточек, и выше ниточек есть 5 узлов. 8 и 5 получается 13, получается цицид это 613 митцват. И даже написано, что тот, кто исполняет митцват цицид, он как будто выполняет ци митцват. Это так написано. Килуаса коли митцват. Намекность на ци митцват. Давайте начнем это читать. Митцват про цицид. Парашат цицид. Говорится о цицид. Одежда еврея должна вообще отличаться от одежды нееврея. И самое яркое отличие одежды еврея это цицид. Тем более в наше время, когда все одеваются одинаково, осталось хотя бы цицид, который как-то отличает еврея от нееврея. Не секрет, что многие стесняются носить цицид, но стеснение оно не освобождает вот этой митцвы. То есть такая митцва цицид. Можно это носить так, чтобы не было видно внутрь. Внутрь можно засунуть. Даже мнение по кабале, что так даже эффект цицид более сильный, чем когда он наружу. Но если возможно, то лучше конечно носить цицид наружу. Это еврейская одежда, и цицид как защит, как щит он защищает. Давайте почитаем отрывок истории про заповедь о цицид. Мы писем так. Виомер Адонай, Адонай Мошелимор, это стандартное начало. Сказал Ашем Муше. Говорит так Израилю. Еще раз зачитаю. Здесь более правильно. Перевод. «Опротись к сынам Израиля и скажи им, чтобы делали себе кисти на полях одежды во всех поколениях своих и вплетали в каждую кисть на тех полях голубую шерстяную нить. Интересная вещь. Есть написано слово «ле доротам» на все поколения. На все поколения. А потом написано в однотной лецициде «канавпсильдхерет». То есть почему-то сначала говорится заповедь «о цицид», потом «до поколения». И после этого упоминается заповедь «оптильдхерет» «голубой цвет». Есть объяснение такое, что Тора уже как бы знала, что будет такое время, что люди будут носить цицид, но без синего цвета, как сейчас происходит в основном. Что есть цицид. Вот. У меня тоже есть цицид. Цицид белого цвета. Белого цвета. Почему нет синего? Потому что эту синюю краску, мы не знаем, где ее достать. Видите, белый цицид. Синевой краски не видно. Мы не уверены, как это добывается. Это синяя краска, поэтому мы делаем без синей краски. Все равно митцва остается. написано, что цицид будет ль-доротам. На все поколениях будет цицид. А вот псиль-тхелет это уже написано после доротам. То есть будет поколение, когда будет без псиль-тхелет. Еще раз зачитаем. Добавил бнии Исраэль и сказал им, «Восу ль-эм цицид ал-канэфи вигедеем ль-дороисам». И мы начали цицид. Это кана псиль-тхелет. «Вай ль-хэм ль-цицид». Это четыре дальше. «Вай ль-хэм ль-цицид». «Урэйсэм ойсо». «Узохратим из кул-митцву ад-дороисам». «Влосасу ру эхэрэй ль-эвэвхэм вэхэрэй айнэхэм. Ашэртэм зу-ним ахарээээм». И будет этот цицид у вас «Вай ль-эйтэм ото». Нужно его видеть. «Вэзахартэм эт-колмитцву ад-дороисам». То есть мы видим и мы помним. Это известно, что когда человек кто-то забыл, «Ой, что я думал, про что я думал, что-то я хотел, что я думал». Какой совет? Нужно вернуться на то же самое место, где сам думал, вернуться на то же место. И тогда ты вспомнишь, это работает. Что-то мы забыли, вернись туда же, ты что-то увидишь, ты вспомнишь. То есть когда мы видим, мы так вспоминаем, что мы так помним. Поэтому написано «У рэйтэм ото». Рэйтэм. Рэйтэм – это вы видели, ваф это переворачивает. Увидите его, будете смотреть на него и вы будете помнить «У захаратэм». У захаратэм. Вспомните «Эт-колмитцву ад-дороисам». «Колмитцву ад». Потому что скажешь, что цицид это 613. «Колмитцву ад-дороисам». Вы будете их делать. «Вилё татуру. Ахарэли вафхэм, вахарэй эйныхэм, ашаратэм зоним, ахарэхэм». Как написано по-русски. Перевод. «Посмотрев на которые, на эти нити, вы станете вспоминать все заповеди Господа и исполнять их, и не будете выблуждать влекомые сердцами и глазами вашими». Тут тоже есть интересная вещь, сказано, что глаза, они по своей природе, они куда-то вот, они что-то ищут, им интересно на что-то посмотреть. Написано «Эйныхэм, глаза ваши». Ашаратэм зоним, ахарэхэм. То есть, во-первых, глаза все время что-то ищут, им что-то еще интересно. Как говорится, люди, человек кушают глазами, да, все зависит от 90% информации через глаза. И мы за этим идем, то, что мы видим, и туда идем. Работает телевизор, надо посмотреть, конечно, телевизор, что-то там прыгает, картинки, клип, интересно. Как же мы на это посмотрим? Но это посмотрим, как-то мы на это посмотрели, сразу зашло внутрь. Потом уже за этим идем. очень трудно посмотреть куда-то и как будто нас не касается. Очень трудно. Получается, что лучше не смотреть. Написано так. Написано так. Ашаратэм зоним, ахарэм. Мы идем за глазами. Написано так дальше. Лиман, тизакеру, васятэм, этколь, митсвотай, ваитэм, гдушим, лаулюхэм. Почитаю еще раз полностью послуг. Лиман, тизакеру, васятэм, эскольмитсвой сай, ваэсэм, гдушим, элээллэгэхэм. Кто вы помнили, исполняйся заповеди мои, тогда будете святы, как я, как обещал, я, как обещал ваш Бог. То есть, если мы не будем идти за глазами, то тогда мы будем более святыми. То, что тут написано. Опять-таки, есть в Гмаре истории про цицит. Но время не позволяет нам все рассказать, поэтому мы просто ограничимся разбором слов, а дальше уже каждый будет жить вместе с цицит и постепенно проникаться пониманием митсвот с помощью того, что мы смотрим на цицит. То есть, написано так. Я, Господь Бог ваш, Который убил вас из страны египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь Бог ваш, истинный. Слово «эмерет» — это слово последнее, оно не относится к этому поскольку, просто мы его добавляем из последующего стиха. Тут написано То есть, я вас вывел из Египта. Собственно говоря, вообще зачем? Для чего? Именно для того, чтобы вы соблюдали митсвот. Поэтому будьте добры, вот вам цицит, смотрите на них и делайте митсвот. Из этого вывел вас из Египта. Так объясняется. Ани, ашемилу киха, шевот цети, этхем мерет митсвот. Лет лахем ле-элюим. Ани, адуна и луи хем. Чтобы быть вам Богом. И повторение снова. Ани, ашемилу кихем. Зачем два раза повториться? Написано. Льос лахем ле-элюким. И снова. Ани, ашемилу кихем. Ну и уже понятно. Чтобы я был вашим Богом. Снова. Я вас Бог. Повторение. Выясняется так, что это не зависит от нашего желания. Хотим, не хотим, принимаем, не принимаем. То есть, нас вывели из Египта. С целью определенной. И я ваш Бог. То есть, вы меня не выбираете. Я вас выбрал. То есть, я ждаю, что тоже вы меня полюбите. Но, в принципе, это хочешь, не хочешь, я ваш Бог. И то, что написано здесь. Ани, ашемилу кихем. Я ваш Бог. Даже если мы говорим, эмет. Эмет. Эмет это правда. Эти буквы, эмет, это очень похоже на слово атома. Те же самые буквы. Эмет. Атома. Атома это что-то подходит. Подходящее. Эмет, атома. То есть, есть какое-то соответствие, есть сочетание. Подходит. Это подходит. То есть, когда вся реальность, как мы воспринимаем, она подходит под истинную реальность, это эмет. А когда человек живет в реальности, которая не подходит к настоящей реальности, то он живет вне правды. Или не в правде, как угодно вам сказать. То есть, он живет не в правде. Это должна быть атома. Даже должна быть атома между настоящей реальностью, то, что мы говорили, шмайс рел, ашемихат, мелех хаулям. Это реальность. И должна быть, в нашей стране должна быть атома. Должны себя сделать так, чтобы мы подходили к этой реальности. Тогда будет эмет. Иначе живем в то, что называется, шекер. И все, что мы сказали, трудно этого добиться. Ну что, есть такой пасук. Сказано так. Это переводится в разных книгах. Это выражение. То есть, это все одно. Исраэль, куча бриху, ворайса, это все одно. Народ Израиля, ашем и Тора, это все одно целое. Это понятие нам может решить некоторые наши сложности в пониманиях. Если нам трудно любить Ашема, то можно любить кого-то, какого-то еврея, это как будто любишь Ашема. Потому что все одно и то же. Если ты трудно любить Ашема, люби Тору. Если ты любишь Тору, прекрасно. Тора, это и есть Ашем. Исраэль, куча бриху, ворайса, хад. Это все одно и то же. Есть такая сэфер, цикада цадик. Он объясняет так, что путь к Творцу лежит через Тору. Это все одно и то же. Но путь к Творцу лежит через Тору. Вот Тора, она объединяет. Тора, то, что объединяет Творца и Израиль. Как такой договор. Ашем взял Тору, дал ее нам, мы ее взяли. Это то, что она стоит между нами. То есть через Тору мы соединяемся. Это Тора. Я зачитаю, под конец, я зачитаю отрывок из книги Рамбама, который говорит про любовь к Творцу. Это касается нашей темы напрямую. Пишет Рамбам так. Это отрывок из законов основ Торы, вторая часть. Пишет так, Рамбам. Этот Бог важный и грозный. Существует заповедь «любить его» и «бояться его». Аава и Ира. Любить и бояться. Как сказано, «Любить Бога, священного твоего». Это отрывок из нашего языка Ряджмана. И каким образом нужно любить его и бояться его? Как это его достичь? Как это сделать? Так пишет Рамбам. Когда задумывается человек о его делах и творениях чудесных и великих и убедится в его безграничной, и несравненной мудрости, несравненной мудрости, немедленно он полюбит его и будет восхвалять и прославлять, воспылает страстным желанием узнать его, узнать его. Великое имя. Как сказал Давид, «Жаждет душа моя всесильного» «Цаманавши». Как эта песня? «Цаманавши». «Цаманавши» «Любким лейль кэльхай». «Либи и бессори» «Ярнули кэльхай». «Жаждет душа моя всесильного» и тогда поразмыслят обо всем этом человек. Сразу он будет потрясен и убоится, и уроднется от мысли, что сам он, малое и низкое творение, стоит со своим мизерным разумом перед тем, чей разум совершенен. И в соответствии с этим говорит Рамбам, «Я ей объясняю великие законы деяния власти мира, чтобы они стали для понимающего человека началом любви к Богу». Как сказали наши мудрецы о любви, посредством этого, то есть из-за изучения закона, ты знаешь того, кто сказал и возник мир. То есть через изучение Торы мы можем приблизиться к Творцу. Поэтому очень важно, когда мы говорим о Криадшма, говорит это с пониманием. Это тоже как, это тоже часть Торы, может быть, самая часть Торы, мы говорим с пониманием. Очень важно тоже знать, что вторая часть Криадшма, она говорит о награде. Мы принимаем на себя митцву. Вот, это будет награда. Теперь награда имеется в виду не то, что у нас в конце месяца окажется на счету какая-то сумма денег, все расписано до конца года. Картина, она сложнее. Считается, что это награда за митцвот, она очень четкая. То есть это как бы зарплата, она очень четкая. Как человек делает 500, так он и получит награду. Но картина очень сложная. То есть очень может быть, что человек, он как бы и богат, и большая зарплата, но в конце концов денег куда-то исчезает непонятно куда. Такое бывает, да? Много денег, зарплата большая, а человек в минусе. Такое тоже бывает. Вот мы наоборот, что человек или дотягивает до конца месяца, но Бару Хашим, у него каждый шаббат на столе еда, дети радостные, здоровые, все хорошо. То есть это тоже браха. То есть эта зарплата, она не всегда выражается как вот в количестве денег, а это общее состояние человека, как у него настроение, как у него дома состояние. Это все браха. Это все зарплата за исполнение митцвот. И тут подчеркивается, что есть награда. Если мы еще к этой картине подключим то, что называется Уля Маба, то тогда совсем картина будет еще более сложной. То есть награда еще Уля Маба, про это мы пока не будем говорить. Ну, мы разобрали Кари Аджма. Бару Хашим, это основная молитва, сказали, что эта молитва, она заповедь истории, все остальное, это Тарабанан, это истории. Важно говорить это вовремя, и утром, и вечером. по идее, по идее, по идее мы сравнили это как соотношение с каким-то большим боссом. То есть есть какой-то босс, большой босс, который заведует огромным каким-то заводом, даже не заводом, а корпорация огромная, и там человек, он поступает, его принимают на работу, он поступил на эту работу, и он может выбрать много разных должностей, он выбирает все количество часов работы, он все-все выбирает. Есть много свободы, но надо знать, что в конце концов он работает на большого-большого босса, который стоит во главе этой корпорации, и работать надо с любовью, потому что он дает зарплату. Слово босс, кстати, слово босс, это слово из еврейта, понятие балабайт, балабайт, наверное, как в пашкенназке, балабос, балабос, когда евреи эмигрировали в Америку массово, они там заняли хорошие места, и там вот это, они говорили на едиш, конечно, и говорили часто очень балабос, 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 кто-то балабос, балабос, и услышали это, балабос, балабос, укоротили, остался просто босс, То есть поняли, что Балабай – это кто-то главный, Балабайт – он главный. И так вошло и Бос из слова «принципа», из иврита Балабайс. Спасибо за внимание. Баруха Шем. Будем дальше продолжать учиться, развиваться и говорить наши барахот, наши молитвы с большим пониманием. И надеюсь, все будет больше и больше четкости в наших барахотах. Спасибо за внимание. Всего хорошего.